25-й год в Российской Федерации действует закон о ветеранах и в течение всего этого времени государство пытается воздать должное фронтовикам за подвиг, за великую победу. В преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Александра Тихоновна Зверева и ее семья получили право на улучшение жилищных условий. Уважаемая Александра Тихоновна, разрешите мне вручить вам уведомление о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для строительства или приобретения жилого помещения в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года, номер 5, федеральный закон о ветеранах. Глава города Николай Юдин и председатель городской думы Павел Томшин вручили уведомление вдове ветерана Великой Отечественной войны Зверевой Александре Тихоновне. 62 года она прожила в половинке дома. Вырастила здесь с мужем своих детей, внуков и даже правнуков. Никита, Ильюшка, Даня, Даня, еще Ильюшка, правнук, еще Никита, год 4 месяца правнук. Слух и зрение уже не те, а память отличная. До сих пор помнит, как получили единственное письмо своего отца с фронта. 10 декабря 1942 года Тихон Елфимов погиб под хутором Лысов Суровикинского района Полгоградской области. Письмо не было отправлено, но хранилось в архивах школы, с которой Александра Тихоновна вела переписку 20 лет. Об этом и многом другом говорили за дружеским чаепитием руководители города и ветеран. Многое пришлось пережить советскому народу и на войне, и в тылу. Несмотря на все тяготы, Александра Тихоновна в этом году отмечает своё 90-летие.